Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. 6-километровые пробки. Солочинский мост снова в центре внимания. Без света тротуара и дороги. Как живут люди не на центральных улицах города. Опасный сорняк ценой в миллион рублей. Будут ли в Рязани бороться с борщевиком? Пробка длиной 6 километров стала, если не сюрпризом, то неприятным завершением дня для тех, кто пытался попасть в Рязань из Солочи в минувшее воскресенье. В понедельник ситуация изменилась не сильно. Из города затор был небольшой. А вот въехать в Рязань можно было только отстояв несколько часов. Виной всему ремонт моста, который завершится только в конце октября. Мы решили разобраться в ситуации и узнать, на какой стадии находится ремонт. Все прелести движения по Солочинскому мосту 5 километров в час мы испытали на себе. Водители, не выдержав многочасовой пробки, старались объехать ее по обочине. А водителю скорой помощи вообще пришлось проехать через поле, чтобы попасть к пациенту. В общем, кто во что гораст. Однозначно можно сказать одно. До осени ситуация вряд ли изменится. На сегодняшний день ситуация на Солочинском мосту такова, что рабочие полностью подготовили арматурную конструкцию для установки деформационного шва. Его обещают привезти уже сегодня. Сегодня же его установят. На самом деле на мосту три таких шва, поэтому работы предстоит еще много. Представители подрядчика нас заверили, что в течение недели привезут и установят оставшиеся два шва. Их доставят из Липецка. Ложить швы это в районе двух недель. Но должен еще бетон набрать прочность. Здесь он специальный. И помимо самих деформационных швов, здесь еще идет ремонт самого покрытия, самого полотна. На это тоже нужно время. Сейчас работа на мосту кипит в прямом смысле слова. Рабочие заполняют отверстия специальным химическим анкером, который усиливает конструкцию. Сам анкер представляет собой арматуру длиной 40 см и диаметром 14 мм. Сделан он из высокопрочной стали, что очень важно в наших погодных условиях. Рабочие отметили, что длина моста разнится до 10 см зимой и летом из-за изменения температур. В теплое время года мост становится длиннее. И от того, как установить деформационные швы напрямую, зависит срок службы моста. Конструкция самая современная. На данный момент завод-поставщик деформационных швов дает достаточно большую гарантию. И самые последние модели деформационные швы. Ежедневно на ремонт моста выходит порядка 25 рабочих. Они уверяют, что понимают автолюбителей. Им и самим приходится преодолевать тот же путь через пробку каждый день. Поэтому просят водителей о понимании. Это мы делаем не для себя, мы делаем для города. Едут, обзываются, матерятся. У нас рабочий день с 7 до 8 часов вечера. Вот сейчас, особенно лето, сейчас на улице такая жара. Работают мужчины, работают женщины. Часть работ происходит внизу, на тех швах. То есть это та же самая установка опалубки. Там достаточно много работ. И так как мост все-таки большой, поэтому все люди распределены по участкам. И такой массовости, может быть, на первый взгляд ее не видно, но работы делаются. И делаются они в срок. После того, как деформационные швы будут установлены, уже другой подрядчик будет укладывать вравнивающий гидроизоляционный и защитный слой асфальта. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ремонтируют в Рязани не только дорожное полотно. На центральной улице города, около верхних городских садов появился новый пешеходный переход. Сам переход оборудован светодиодными светофорами, а по краям пешеходного перехода размещаются светоотражающие мычки. Появился он в воскресенье, 15 июля. Переоборудовали переход для удобства гаражам. По словам администрации города, это сделает переход в темное время суток здесь безопаснее. Стоит отметить, что такой переход в Рязани не первый. В прошлом году на Первомайском проспекте дорожное полотно также было переоборудовано. Бытовых проблем в нашем городе хватает. Жители не раз сталкивались с тем, что в домах отключают свет или воду. А про придомовую территорию и вовсе забывают. К сожалению, бывают и случаи, когда все эти проблемы происходят одновременно. Красиво, но опасно. Такими словами местные жители отзываются об улице Боголюбова. Над домами нависают старые деревья. Массивная ветла, по словам людей, может сломаться от сильного ветра. К счастью, на прохожих ветки еще не падали. Однако до трагедии недалеко, говорят местные жители. К тому же ветки нависают и над линиями электропередач. Сама улица Боголюбова находится вдалеке от центра города. Поэтому у людей складывается ощущение, что про них просто забыли. Старожилы говорят, что капитальный ремонт дороги здесь был только в 1984 году. С тех пор проводят только ремонт ямочный. Поэтому само полотно больше похоже на решето. Автомобили стараются объезжать ее по тротуару. На самих машин здесь бывает достаточно. У нас дорога, она как бы не центральная, но в час пик здесь объезды совершают машины постоянно. Вереница машин то сюда, то сюда снуют. Дорога в крайне плохом состоянии. Вся разбита. Ее латают туда-сюда, понимаете. Но это все как бы ямочный ремонт. В самом начале улицы Боголюбова вообще нет тротуаров. Здесь людям приходится идти в считанных сантиметрах от автомобилей. А движение тут не самое спокойное. Пешеходы рассказывают, что такая ситуация складывается не первый год. И проблема эта никак не решается. Чуть выше по улице тротуар есть. Однако здесь появляется другая проблема. Отсутствуют канализационные люки. Местные жители рассказывают, что воруют их неоднократно. Поэтому многие заменили металлические крышки на бетонные. Но самая большая проблема связана с самими домами. Уже несколько лет подряд здесь регулярно отключают электричество. Происходит это хаотично, без оповещения жильцов. И страдают от этого все. Молодежь строится, ставит новые газовые аппаратуры, которые без электричества не работают. Ну хорошо еще летом, но летом тоже. Воды нет горячей, не помыться, ничего. А уж что зимой, это вообще беда. Если на несколько часов отключают, газ не работает. Воды горячей нет, нигде нет. Весь дом холодный. На ремонт бытовой техники уходит много денег. Из-за отключения электричества из строя выходят помповые насосы, размораживаются холодильники с едой. За неполных два летних месяца многие жители уже потратили около 15 тысяч рублей на ремонт оборудования. Проблема еще и в том, что после отключения электричества дозвониться в службы города невозможно. Звонил в электросеть, дозваниваюсь, там отвечают, что там ремонтная работа. Я, конечно, все понимаю, но слишком часто. И туда дозвониться невозможно. Никто не отвечает. Они трубку там кладут, что ли, я не знаю. Никто трубку не берет совершенно. К сожалению, причин отключения электричества не знает никто. Некоторые грешат на строительство новых домов, а другие – на ремонт. Вот только настоящая причина неизвестна. Местные жители говорят, что они ничего не имеют против этих отключений. Они просят об одном, чтобы их предупреждали заранее. Но до сих пор, уже несколько лет подряд, никаких объявлений не вывешивается. Как долго людям страдать от этой напасти, также неизвестно. Улица Боголюбова названа в честь Николая Ивановича Боголюбова, актера театра и кино. Долгое время он учился и работал в Рязани. Сейчас на том месте, где стоял его дом, находится пустырь. И подобное происходит с самой улицей. Про красивое место его жителей просто забывают. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Строительство спортивных сооружений, детских игровых площадок, благоустройство мест отдыха. В этом году в рамках программы местных инициатив рязанцы защитили 37 проектов по 144 территориям. Общая сумма финансирования из бюджетов двух уровней и софинансирования жителей составляет около 50 миллионов рублей. Территория в районе дома 12А на улице Дачной теперь будет добрым сквером. Решение о ее благоустройстве приняли активисты ТОС «Преокский-3». Жители уже провели встречу с подрядчиком, чтобы обсудить, какой будет территория. Мы на данной территории хотим облагородить именно спортивную площадочку, установить тренажеры с навесом. У нас будет 10 тренажеров на все вид группы мышц для спортсменов. По словам председателя ТОС Надежды Батрак, территория будет разделена на две части – спортивную и культмассовую. Здесь всем районам жители будут отмечать праздники, общаться с соседями, обсуждать насущные вопросы. Очень радостно наблюдать за ситуацией улучшения городской среды в нашем округе, комфорта в округе. Большинство этому способствуют инициативы местных жителей, которые подвигают к улучшению, а также и устройству новых спортивных площадок. Еще один проект – территория общего счастья. Проект реализуют на площадке между домами 8А и 10А на улице Советской армии. Жители района уже обращали внимание на вопрос благоустройства и оборудования территорий новым детским игровым комплексом, так как поблизости находятся сразу два детских сада, а в районе проживает много молодых семей с детьми. У нас здесь будет поставлено два комплекса детского игрового оборудования. Это замечательная песочница и это замечательные наши горки и качели для наших детей. По словам председателя комитета ТОСК, портала Б жилого района Дашково-Песочня, Людмилы Спицыной, главная цель организации детского городка – объединить жителей микрорайона и организовать для маленьких рязанцев веселый и безопасный досуг. На площадке будут установлены два комплекса с детским игровым оборудованием, который будет включать песочницу, горки, качели, башни. Красивая и функциональная площадка появится в этом районе к концу лету. Дина Исляева, телекомпания «Город». Печально известный передвижной зоопарк Ноев-Ковчег покинет Рязань в ближайшее время. В настоящий момент это место закрыто для посещения. Зоопарк Ноев-Ковчег стал героем региональных и федеральных СМИ после нескольких обращений зоозащитников. В социальных сетях появилось видео о недопустимом, по словам местных жителей, содержании животных. Спустя всего несколько дней после обращения зоопарк с проверкой посетили сотрудники прокуратуры и ветеринарии. В ходе осмотра документов животных и территорий установлено нарушение ветеринарного законодательства. По факту выявленных нарушений было возбуждено административное дело. Виновные лица были привлечены к административной ответственности. И хоть сотрудники зоопарка выплатили небольшой штраф, неизвестно, изменится ли содержание животных и каким оно будет в другом городе. Информационные технологии в действии. Кабельная сеть в России развивается и претерпевает новый, качественный скачок. Инновационные технологии, новый сигнал и главные проблемы кабельных каналов в нашем следующем сюжете. По Дрязани прошла крупнейшая конференция операторов кабельных сетей провайдеров России КИТ-2018. В ней приняли участие более 320 делегатов. Программа состояла из трех отдельных конференций на одной площадке. Среди мероприятий прошел круглый стол по теме блокчейна, на которую приезжают участники из всех регионов Российской Федерации. В основном из крупных операторов связи и компаний, активно закупающих компьютерное и связное оборудование. Наши операторы узнают о каком-то оборудовании, которое стрессоустойчиво, дает лучшую полосу интернета, позволяет показывать лучший сигнал телеканалов. Сейчас, например, есть технологии, которые могут рекомендовать зрителю программы на разных телеканалах, которые ему могут быть интересны. В течение пяти дней участники делились опытом. Помимо технических и интеллектуальных новинок, присутствующие поделились самыми актуальными проблемами. Сейчас, конечно, для всех операторов самая главная проблема – так называемый закон Яровой. Потому что, даже если опустить все детали его противоречия Конституции, для операторов большая проблема – закупить оборудование, которое им навязано. Оно стоит огромных денег до половины бюджета годового оператора, того, что он зарабатывает. Несмотря на то, что на конференции были представлены самые новые разработки, их уже можно использовать для улучшения качества сигнала и картинки. Некоторые крупные сетевики не упустили возможность воспользоваться данными девайсами. Конференция проводится с 2013 года и стала доброй традицией, которую ждут с нетерпением. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Правительство Московской области до конца 2018 года планирует принять закон, который обязывает бороться с растением под названием борщевик. Для физических лиц штраф за выросший сорняк будет достигать 5000 рублей, для юридических – до 1 миллиона. Как обстоит дело с борщевиком в Рязани и чем же так опасно это растение, смотрите в нашем следующем сюжете. На первый взгляд борщевик довольно безобиден. А все благодаря своим красивым белоснежным зонтикам. Но немногие знают, насколько он опасен. Борщевик сосновского родом с Кавказа. В послевоенное время в СССР растения начали выращивать в качестве корма для скота. Но позже от этой идеи отказались, когда выяснилось, какими свойствами оно обладает. Сок этого растения содержит так называемые фуранокумарины. Фуранокумарины под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека вызывают сильнейшие ожоги. Если даже ожоги достигают где-то порядка 80% кожного покрова, это приводит к смерти. В темноте сок растения не опасен. Но как только на пораженный участок кожи попадает солнце, все тело покрывается волдырями. Помимо этого, по словам специалистов, попадание сока брущевика в глаза гордит слепотой. А следы ожогов, полученных от этого растения, в среднем сходят около полугода. Брущевик может достигать 4 метров в высоту. Излюбленные места растения пустыри, заброшенные поля. Также очень часто его можно встретить вдоль автомобильных трасс или даже в черте города. Брущевик на редкость живуч. Истребить его крайне сложно. Рекомендуется, во-первых, это выкашивать растение. Но перед тем, как человек, который этим будет заниматься, он должен иметь особую экипировку, он должен каким-то образом защитить глаза. И после скашивания этого растения необходимо всю эту массу сжечь. Ожоги от сорняка могут проявиться не сразу, через 1-2 дня. Но чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем менее серьезными будут последствия. Первые симптомы, которые возникают, это чувство жжения. Через какое-то время могут появиться высыпания. Это волдыри. Первым делом, что нужно сделать, это защитить кожу от солнечного излучения, не заклеивать пластырем, ничем не обрабатывать и обратиться к врачу. Брущевик не единственное ядовитое растение, с которым можно столкнуться в черте города. Поэтому стоит помнить, если вы не знаете, какое растение перед вами, лучше его не трогать. Анна Малистова, Юлия Пятницкого, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В понедельник, 16 июля, в Рязани области прошли ливневые дожди. Из-за стихии было затоплено несколько автомобильных дорог, были повреждены деревья. В социальных сетях стали появляться видеозаписи ливня. Дождь с сильным ветром доставил немало неудобств рязанцам. Не обошла стороной стихия и старые деревья. На улице Кремлевский вал упало дерево. К счастью, обошлось без жертв. Другие же деревья были повреждены стихией. Многие просто нависли над дорогой и тротуарами. После сильного ливня на четырех улицах Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Отключения коснулись улиц Большой, Сережина гора, Бугровка, а также Сережного переулка. Сейчас на месте работают аварийные бригады. По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов местами по области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10 метров в секунду. Местами при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают простые правила безопасности. Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54. Субтитры подогнал «Симон»